Сыт я по горло, да подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет... Недавно я выпускал видео про то, что в последнем патче подводные лодки стали гораздо опаснее и существенно интереснее. Подводникам на радость, остальным не на очень. Но вся эта подводная вакханалия становится еще ярче, для одних еще интереснее, а для других еще токсичнее, с вводом в игру премиум подводных лодок. Когда это случится, пока неизвестно, но такие уже тестируются, как восьмого уровня, так и десятого. И мы будем постепенно их изучать. Что важно не только подводникам, но и всем остальным, чтобы лучше знать своего врага и понимать его слабые стороны, дабы эффективнее с ним бороться. На мой взгляд, авиахейтер или хейтер подводных лодок, который сам не может на них хорошо играть и не знает их досконально, лишь сотрясают воздух. Настоящий хейтер всей этой токсичности отлично понимает своего классового врага на глубоком практическом уровне, чем создает ему массу реальных неудобств, а не только лишь пустословия в чате. Последнее ведь только веселит упивающегося авика или подводника. Так что изучаем. Не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропустить наше собрание по поводу остальных премиум-подлодок. Итак, И-56, японская премиум-подлодка восьмого уровня. Абсолютно историчная и с загадочной судьбой. Спущена на воду в 43-м году. Участвовала в целом ряде боевых операций, о чем можно прочесть в интернете или хотя бы поставить на паузу статью на экране. В апреле 45-го года лодка пропала без вести с потерей всех 122 человек на борту, 116 членов экипажа и 6 погрузившихся кайтен-пилотов. Это такие пилоты-камикадзе, которых сажали внутрь торпеды и они ее наводили. Такая вот достаточно специфическая штука. Для общего развития несколько фактов про кайтен-пилотов. Первые проекты торпед кайтен предусматривали механизм катапультирования пилота. Однако из-за того, что катапультирование в непосредственной близости от поражаемой цели во время взрыва практически не оставляло пилоту шансов выжить, и из-за того, что не было ни одного известного случая, когда пилот кайтен пытался воспользоваться средством спасения, позднее модификации торпеды уже не имели механизмов катапультирования. Пилот просто помещался в рубку, люк в ней задраивался. Поиск цели пилотом осуществлялся с помощью перископа на небольшой глубине. После выхода на цель и прицеливание пилот переключал торпеду в режим атаки. Перископ убирался, глубина увеличивалась и включался полный ход. Покинуть торпеду в случае промаха пилот не мог и погибал от недостатка кислорода. Впоследствии в конструкцию был добавлен механизм самоликвидации. Вот такая вот жестокая штука. В игре же ТТХ И-56 впечатляют, хотя стоит напомнить, что подлодка еще тестируется и ТТХ могут измениться. И первое, что впечатляет, это количество боеспособности. 24 200 и это на восьмом уровне. У некоторых эсминцев десятого уровня меньше боеспособность, а тут у подлодки восьмого столько. Для сравнения, у имеющейся в игре немецкой и американской подлодки восьмого уровня количество боеспособности составляет 15 400 и 17 800 соответственно, а у десяток – 18 900 и 20 200. Так что боеспособность новой японки очень солидная. И на практике это должно привести не только к тому, что ее дольше уничтожать глубинными бомбами, но еще и к более эффективной раскачке отчаянного. Так как, например, потеряв половину своей боеспособности, японка будет обладать еще вполне приличным запасом боеспособности для активной агрессивной игры и иметь при этом солидный бонус от отчаянного. Второе, что меня впечатлило – это торпеды. Они неплохие по мощности, идут на 12,5 и 6 километров в зависимости от типа, но главное – это скорость их перезарядки. Причем реальная скорость, а не номинальная, то есть с учетом количества заряжающих. Так вот, в базе время перезарядки шести торпедных аппаратов составляет всего 35 секунд, при этом заряжающих тоже шесть. Например, у немецкой подлодки десятого уровня тоже шесть заряжающих и перезарядка составляет 60 секунд для шести торпед. У Японки же почти в два раза быстрее и на восьмом уровне. В общем, каждые 35 секунд можно будет кидать шесть торпед на расстояние до 12,5 километров. Это частота торпедного спама, сравнимая с Шимой. Но вот только Шима не может погружаться под воду в случае чего. А это чудо может – со всеми вытекающими, вернее, выплывающими последствиями для соперников. И плюс ко всему, у И-56 есть управляемое вручную орудие главного калибра. Пока такое единственное в игре для подводных лодок. Стреляет полубронебойными снарядами со временем перезарядки 2,3 секунды. То есть довольно бодро. Калибр 140 мм. Бронепробитие 39. В общем, вполне себе приличные параметры. Но вот только орудие всего одно, а дальность стрельбы 8,5 километров. И тут, на мой взгляд, такой главный калибр, да еще и на подводной лодке, это всего лишь небольшая и не самая вкусная вишенка на торте. Так, во-первых, реальный урон с одного орудия, судя по его ТТХ, будет совсем мизерный. То есть имеет смысл либо добить кого-то очень шотного, или пострелять по подлодке, если она светанется над водой. Но самое главное, что при стрельбе из главного калибра подлодка демаскирует себя и, соответственно, вызывает на себя глубинные бомбы и фокус. Плюс торпеды резко снижают свою эффективность, потому что цели начинают заранее отворачивать. И совершать все это ради каких-то редких тиферок урона с главного калибра, на мой взгляд, крайне нерационально в большинстве случаев. При таких-то торпедах лодке надо играть только от них и не светиться лишний раз. Разве что в каких-то редких и исключительных ситуациях можно пострелять. В общем, эта пушечка из серии «Мелочь, а приятно» и лучше хоть что-то, чем ничего. Однако есть у подлодки и ряд серьезных недостатков. Во-первых, инвиз над водой аж 7,1 километра. То есть в надводном положении светится такая лодка дальше большинства эсминцев. А чтобы долго играть с перископного или подводного положения, у нее слишком маленькая автономность. Всего 120 единиц. Для сравнения у немки 8 уровня – 322 единицы. Да, у японки тоже есть расходник резервный блок батарей, позволяющий несколько увеличить автономность. Но все равно ее будет явно мало и придется расходовать с умом и вовремя перезаряжать. Также у японки всего лишь один расходник – гидролокатор верхнего обзора, который теперь называется просто шумопеленгатор, и позволяет обнаруживать надводные корабли. У всех остальных подлодок количество этого снаряжения не ограничено. Плюс к этому низкочастотного шумопеленгатора, который сейчас называется «подводный поиск», у японки вообще нет. То есть она никак не сможет засветить вражеские подлодки под водой. А на воде они все ее будут пересвечивать. Но здесь стоит напомнить, что, как я говорил в недавнем видео, у всех подлодок этот расходник заряжается только через 6 минут боя. То есть первые 6 минут боя этого недостатка у японки просто не будет. В общем, пока что И-56 мне представляется по геймплею скорее не классической подлодкой, а своеобразным мощным торпедным эсминцем с плохим инвизом, но возможностью резко его улучшить за счет погружения. Много быстрых торпед с высокой скоростью перезарядки и дальностью хода до 12,5 километров. При возможности погружения под воду это реально очень мощно. Плюс в сложные моменты поможет рекордно большое по меркам подводных лодок количество боеспособности. Главный калибр же тут очень ситуативен. Хотя если какая-то вражеская подлодка будет плавать перед нами на поверхности, то это, конечно, мощный козырь в нашем рукаве. Потому что подлодке не потребуется много попаданий для уничтожения. Так что для любителей торпедного геймплея И-56 выглядит очень круто. Причем, что крайне важно, эта подлодка не будет смотреться ущербной и в бою против десяток, так как по торпедной мощи она даже мощнее подлодок 10 уровня. Причем не просто мощнее, а гораздо мощнее. Так, с учетом урона от торпед, она более чем в два раза мощнее немки 10 уровня У-2501. Да и боеспособности у нее больше. Такое вот чудо, которому для нагиба все-таки понадобится немного серого вещества у его командира. Потому что плохая маскировка и мало автономности. Имбище это или нет, покажет практика. Как только нам разрешат продемонстрировать вам ее в бою, сразу же это сделаю. Подписывайтесь и жмите колокольчики, чтобы не пропустить. Также не забываем поддерживать канал удобными для вас способами, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедан. Субтитры создавал DimaTorzok